Всем привет, друзья! Сегодня я хочу затронуть такую интересную тему, как эмоциональная близость. Скорее всего, вы, наверное, слышали уже об этом, но сегодня я хочу немного осветить эту тему с разных сторон. Что такое эмоциональная близость? Зачем она вообще нужна в отношениях? Что делать, если ее нет? И как с этим бороться? Итак, погнали! Сейчас разберем все по полочкам. Самые крепкие браки держатся на эмоциональной близости. Слово такое близость, оно само уже подразумевает, что это про какой-то коннекшн, про какой-то контакт между, так как мы говорим об отношениях, допустим, мужчиной и женщиной, но также эта эмоциональная близость может быть между друзьями, то есть, допустим, между друзьями или подругами. Да, но, допустим, если с подругами, то там как бы все намного проще, то вот между мужчиной и женщиной есть некоторые нюансы, в которых мы сейчас с вами и разберемся. Итак, если говорить очень простыми словами, то эмоциональная близость – это когда не надо одевать какие-то маски без каких-то прикрас. Вы вступаете во взаимодействие с другим человеком не только со своими достоинствами, но и со своими недостатками. И вы не боитесь их показывать, вы не боитесь быть осужденными, что вас покритикуют, что вас не примут, не поймут, высмеют, оскорбят. То есть, вы такой, какой вы есть, и во всей красе вы взаимодействуете с человеком. А так как мы говорим о паре, да, и об отношениях мужчина и женщина, то вы вот таким вот образом взаимодействуете со своей второй половинкой. Говорите открыто о своих чувствах, эмоциях, переживаниях, планах, мечтах, желаниях. Обсуждаете какие-то свои ситуации, делитесь опасениями, переживаниями и так далее. Обсуждаете волнующие вас проблемы. И в ответ получаете не стену непонимания, непринятия, молчания, да, а взаимодействие. То есть, есть отклик от противоположной стороны. Когда вы можете быть уязвимой, но вместе с тем вы чувствуете безопасность быть в таком положении, да, потому что есть вот этот отклик, есть поддержка, есть понимание, принятие вас и все прочие вещи. И самое главное, есть диалог. То есть, не вы только говорите, да, но и ваш партнер тоже говорит. И вот в таком вот диалоге вы находитесь, и этот диалог, он конструктивный, он приятный, он напитывает вас обоих. Конечно же, если говорить о начале отношений, не нужно делать это прям вот с пылу с жару, как говорится, да, когда вы еще человека плохо знаете, быть вот прям вот таким вот открытым, искренним, ранимым и все вышеперечисленное. Надо немного узнать человека, но, тем не менее, не затягивать этот процесс, потому что, когда вы уже соединили свои жизни, это немножечко как бы поздновато, да, уже делать. Идти подходящее время, когда вы чуть-чуть узнали человека, ну, уже как бы и пора, да, узнать его, насколько он эмоционально вообще открыт, эмоционально доступен, да, вот все вот такие вот вещи. На первом свидании мы этого не делаем, но когда вы уже вот чувствуете, что и вы готовы открыться, и партнер уже готов, да, то есть есть какие-то, ну, вы это уже понимаете, да, то вот это, как говорится, самое хорошее время начать смотреть вот эту вот эмоциональную близость, как бы прощупывать, да, есть ли она в отношениях между вами, что может быть решит все ваши проблемы в дальнейшем. Итак, с чего начать? Как же проверить, есть ли вот эта вот эмоциональная близость между вами? Начать с чего-то совершенно небольшого. Допустим, какая-то ситуация на работе у вас случилась, или вы учитесь, да, какая-то ситуация на учебе, какая-то неприятная ситуация, и вот вы там как-то в какой-то позиции, да, в этой ситуации, там, коллектив в такой-то позиции, и вы рассказываете своему собеседнику. Итак, вы рассказали, и вы смотрите на собеседника. Ваш рассказ вызывает искреннюю эмоцию у человека, или же это формальное восприятие и формальный ответ. И проведя несколько подобных разговоров в таком ключе, вы уже понимаете, насколько есть отклик у противоположной стороны в таком диалоге. Если ваш собеседник отмахивается, переключает разговор на что-то другое, ну, вы видите, да, что он не хочет включаться в разговор, или ему неприятно, или уходит от разговора, да, то это вот такой вот звоночек, это такой звоночек, который нужно принять к сведению и понять, что человек эмоционально недоступен. Как еще можно проверить? Очень хорошая проверка, если вы заболели. Все мы болеем, все мы люди, и вот если вы заболели, и если человек поверхностный, неглубокий, опять же, эмоционально такой вот недоступный, да, то вы сразу это увидите, что он как-то будет стараться избегать там то ли разговоров на тему о вашей болезни, то ли там не захочет прийти вас навестить в это время, потому что не каждому приятно находиться с больным человеком, у которого там температура, допустим, да, который пьет лекарства, у которого там с носа течет, глаза слезятся, то есть, но человек, который к вам расположен, который вас принимает таким, какой вы есть на самом деле, который хочет с вами строить отношения, он вас навестит, когда вы болеете, купит вам лекарство и побежит в аптеку, ну, то есть будет находиться, будет стремиться находиться с вами рядом. И это говорит об его эмоциональной доступности. Приведу такой пример. У меня, значит, с моим мужем была поездка в Португалию, это был наш медовый месяц, то есть мы только начали встречаться, еще были неженаты, и мой муж заболел, потому что в Португалии там такой климат, там, получается, очень холодные ночи, прям резкий такой перепад температур. Я одевала там чуть ли не свитер, а днем ходила там в майке с коротким рукавом. По ночам, значит, вот очень холодно. И вот он простыл, видимо, и у него температура подскочила до 40, вот просто на ровном месте. Он лежит с этой температурой 40, весь красный, встать в кровати не может, слабость, он потеет, мы ему там меняем эти простыни, и он просит чего-нибудь горяченького, а мы живем в отеле, готовить там нельзя, там нет ни плиты, ничего, как бы, и дело близится к вечеру. И я понимаю, что мне надо сейчас что-то придумать, как накормить моего жениха на тот момент чем-то горячим. И я тогда на тот момент еще не умела водить машину, тем более это чужая страна, я там как бы плохо ориентируюсь, это мой такой с ним, значит, медовый месяц, и я придумываю следующее, я бегу в соседний ближайший ресторан, пешком, естественно, да, там у меня это все занимает какое-то время, и прошу повара, прям, я вызвала повара с кухни, чтобы он приготовил как можно быстрее какое-то горячее блюдо, ну, мы сошлись на том, что это будет куриный суп, и жду минут 40, пока они там это все готовят, значит, специально по моему заказу, но очень быстро, и вот я сижу и переживаю за мужа, как он там с температурой себя чувствует, но тем не менее доставляю ему этот супчик очень быстро, и вы знаете, я увидела в глазах такую благодарность, что вот, ну, то есть, по сути, кто мы друг к другу, да, мы только познакомились, мы только узнали друг друга, но вот я, не задумываясь, рванула в этот ресторан, заказала мужу этот суп, ждала там, да, потом, значит, принесла ему этот суп, который он там немножко совершенно съел, потому что температура, он вроде бы как хочет кушать, но не может кушать, да, но тем не менее муж еще потом долго вспоминал этот суп, вот это вот немножечко, да, вот такой пример я вам привела, который говорит об эмоциональном таком вот отклике, да, у другого человека, и так, значит, вы только недавно познакомились, да, возвращаемся к тому, и вы потихонечку начинаете прощупывать вот эту вот почву, вы потихоньку начинаете открываться, быть собой, быть настоящей, такой, как вы есть на самом деле, со всеми достоинствами и недостатками, и смотрите, готов ли ваш партнер открываться вам навстречу, вот это очень важно, вот этот момент не упустите, и тут задайте себе вопрос, принимаете ли вы его недостатки, принимает ли он ваши недостатки, опять же, я на каком-то интуитивном уровне тоже вот этим вопросом задавалась в начале наших с мужем отношений, и я где-то даже считала его недостатки, то есть как считала, то есть загибала пальцы, да, там первый недостаток, я их видела, такой-то, второй такой-то, ну вот допустим, мой муж на тот момент любил очень играть в игры на телефоне, кстати, сейчас это у него полностью исчезло, тогда меня, помню, это очень злило, прям бесило, да, но я понимала, что ладно, он там играет, ничего, я займусь в это время чем-то другим, но тем не менее, я говорила ему об этом, что мне не нравится, и вот смотрите, когда мы хотим меняться, чтобы быть друг с другом рядом, да, постепенно мы все-таки к этому приходим, то есть сейчас я давно уже не вижу, чтобы мой муж играл в эти игры, на телефоне, или допустим, такая еще была вещь у моего мужа, он грыз ногти, когда нервничал, особенно там за рулем, да, когда какие-то ситуации на дороге, вот, и я тоже так на это смотрела, у меня нет такой привычки, да, вообще этих двух привычек, как бы нет, но тем не менее, я знала, откуда это, да, потому что он мне рассказал, у них в семье папа грыз ногти, и все дети, их пятеро в семье, все грызут ногти, когда именно нервничают, когда такая вот напряженная ситуация, какая-то, да, ну, то есть он мне рассказал, и я поняла, а, вот откуда ноги растут, это вот оттуда, ну, как бы, да, может быть, это генетически передалось, ну, ладно тогда, то есть он не специально это делает, чтобы меня позлить, и понимание этого сразу, как бы, развязало эту проблему, и еще хочу сказать такую вещь, что если человек вас бесит, значит, это есть и у вас, то есть, но оно сидит где-то, где-то глубоко, очень глубоко, что вы этого в себе не замечаете, оно скрыто, но когда вы смотрите на другого человека, то вы это видите, и оно вас бесит, вот так это работает, то есть если вас что-то бесит, значит, это есть и у вас, и тут, конечно, надо потрудиться, чтобы в себе это откопать, увидеть, заметить, найти, но тем не менее, когда вы уже это в себе замечаете, да, то человек, у которого вы это заметили, и это вас бесило, перестает вас бесить, вот так это устроено, и так поехали дальше, как понять, что нет эмоционального отклика и эмоциональной близости в отношении, не хочется вместе проводить много времени, допустим, посмотреть фильм, сесть вместе, там пойти в гости вместе, поехать в поездку какую-то, да, в путешествие, то есть вам хочется лучше побыть одному, или короткое время, да, побыть вместе, то есть какой-то промежуток, ну, как бы более-менее там, побыстрее все это, чтобы закончилось, вам не хочется обсуждать важные семейные вопросы, или, если это на первых порах, да, то просто какие-то ваши важные вопросы, ну, я не знаю, на первых порах какие-то вопросы могут быть, допустим, ваш совместный отдых, если это уже вы семья, да, то какие-то там финансовые вопросы, допустим, но не хочется, и звучат такие фразы, разберись сама, или, делай как знаешь, решай сама, или сам, неготовность помогать и поддерживать своего партнера, невыполненные обещания, ой, забыл, ой, не смог, да, ну, то есть пообещал же, ты же пообещал, ну, такое вот немножко отношение, да, как бы, ну, не получилось, не смог, уход от разговора, это может быть игнорирование, да, вашего какого-то вопроса, или просто не услышал, как будто бы, да, не услышал и ушел от разговора, что же делать, чтобы наладить эмоциональную близость, тут есть хорошая новость, и заключается она в том, что эмоциональную близость можно воспитывать, в себе, в паре, чтобы она появилась, потихоньку, как говорится, пошагово, ее можно наработать, но опять же, если есть большое желание, интересоваться мнением своего партнера, задавать вопросы, а как ты на это смотришь, а что ты об этом думаешь, обсуждать новое, обсуждать ситуации, обсуждать фильмы, обсуждать, я не знаю, книги, да все что угодно обсуждать, то есть выражать свою точку зрения и услышать его точку зрения, и еще такой есть классный один способ, это разговор по душам, это может быть раз в неделю, там допустим, да, в конце недели, или это может быть раз в месяц, или это вообще как бы может быть редко, да, это уже вам решать, но это очень классная вещь, прям вот сесть и искренне поговорить, честно поговорить о том, что вас волнует, о ваших мечтах, о ваших желаниях, о ваших планах, может быть даже о ваших планах как семьи, но этот разговор должен состояться по определенным правилам, правила очень легкие, и они следующие, говорить по очереди, дать человеку высказаться до конца, не перебивая, в это время вы можете себе там где-то в заметках записывать, что вы хотите сказать, да, какую обратную связь вы хотите дать человеку, но самое главное, вот прям дать ему высказаться, договорить, потому что иногда, если вы прервете его на половине его речи, то может быть вы самое главное в этой речи и не услышите, и не узнаете никогда, и второе, когда вы начнете давать человеку обратную связь, то начинать нужно с пяти похвал, то есть выбрать самое-самое лучшее из всего того, что вы услышали, да, и похвалить и сказать, слушай, как классно ты сейчас вот это вот сказал, да, а как у тебя получилось супер замечательно, как ты вот это вот там заметил, подметил, да, и вот я услышала от тебя вот это, да, то есть пять похвал обязательно должно быть в начале, и потом вы уже даете свою обратную связь, вот эти вот разговоры по душам, они очень скрепляют пару, очень сплочают, да, и вы уже как на одной волне, и потом уходят и ссоры, и конфликты, и претензии к друг другу, и как бы семья такая становится крепкая, и потом во всех сферах как бы подтягивается, да, все остальное, и реализация ваша, и денежные вопросы, и все-все-все остальное. Обязательно, обязательно поблагодарите в конце за откровенность, можете сказать пару комплиментов, ну, это как бы то же самое, что и назвать пять классных моментов, да, но сказать пару комплиментов никогда не помешает, и можете даже признаться в любви друг к другу. А вообще как бы начните с себя, замечайте, насколько вы честны сами с собой, насколько вы эмоционально открыты, насколько вы можете управлять своими эмоциями, когда их проявляете, говорить честно о своих желаниях и о своих потребностях, насколько вы, возможно, убегаете от обсуждения проблем, которые есть в ваших отношениях, не говорите об этом честно и открыто, насколько вы подавляете свои желания и эмоции, или отодвигаете их на задний план, потому что это не важно. То есть, что я хочу сказать, что вы в первую очередь прежде всего должны быть и открыты, и не бояться быть уязвимыми, и испытывать желание говорить с партнером, да, открываться ему, быть искренним, рассказывать о своих планах на будущее, или, может быть, сесть вдвоем, поговорить о ваших планах на будущее, насколько у вас это вообще как бы принято, да, в ваших отношениях. Проявите инициативу, расскажите о себе, о ваших планах, мечтах, желаниях, потребностях, и услышьте от своего партнера, насколько он поддержит вот этот вот разговор, и обсудите вместе, да, как вы это все будете делать. Вот на этом я хочу закончить сегодняшнее мое видео. Пишите, что вы об этом думаете. Также подписывайтесь на мой инстаграм, там я оставлю какие-то интересные такие моменты из своей жизни. Ставьте лайк, задавайте вопросы, и до новой встречи. Пока-пока. Продолжение следует...